Евгений, вы бизнесмен крупный, экономист? На данный момент совсем не крупный. Тридцать человек работает. В нашей прекрасной компании тридцать один боец. А было сколько в России? Тридцать тысяч. Тридцать тысяч. Вау! Но вы планируете расширяться или вы чувствуете потолок уже? В этом бизнесе нет потолка. В интернет-торговле алкоголем, а в Великобритании потолок, скажем так, 40 миллиардов рынок алкоголя, поэтому там нет потолка. То есть вы полно энтузиазма раскручивать компанию и делать ее новой? Нет, она растет как нормальная сосна сама. А, здорово! То есть вы даже... По одной порции веток в город. Я вот в связи с этим хотел узнать ваше мнение по поводу Прибалтики. Ну, вы знаете, какая тут ситуация, подсоветская страна, да? Как вы думаете, правильный ли путь Прибалтика? Ну, это не путь лидерства. Это очень комфортные страны, хорошие правовые страны, с низкой коррупцией, комфортные для путешествий и, наверное, для проживания. Но стратегия высоких налогов, которая там во всей Северной Европе и... Она вас не привлекает как инвестора? Как инвестора нет, не привлекает такое законодательство, при котором огромное количество людей, самых активных, работают где-то в Европе, огромное количество литовцев в Великобритании. Причем, ну, трудоспособность, которую там создают ВВП, которой здесь не хватает, и там платят налогов, которых не хватает здесь в казне, поэтому здесь включают большую ставку. А может быть, дело в том, что тут нет рынка сблета, просто? Возвращаясь к обществу употребления, обществу употребления всячески стимулируется, чтобы те люди, которые находятся в боевом, полувозрелом, в полном сил возрасте, работают в Великобритании. И когда они будут здесь, то они здесь и будут употреблять. А что бы Вы посоветовали правительству Эстонии, скажем? Правительству Эстонии? Кто я такой, чтобы советовать что-то правительству страны, где я был последний раз десять лет назад? Или девять? Ну, как улучшить экономическую ситуацию? Экономическую ситуацию всегда работает так. Ниже налоги, больше инвестиций. Это закон, который работает, который 90% руководства стран вообще не хочет видеть. Потому что это парадокс демократии. Каждый человек, один человек, один голос. Людей, слабых, зависимых, не верящих в свои силы, ну, большинство всегда, они голосуют за социалистические правительства и за социалистические законы. Поэтому те люди, которые как-то отличаются от болотной тины, обычные строки их стран убирают. Но вы бы не поддержали Берни Сандерса в США? Это будет катастрофа просто. Популист и социалист во главе такой страны это будет просто катастрофа. А кто такой? Ну, не Трамп же, а фашист? Ну, нет. А, непонятно. Мне кажется, он просто не забыл. Вот. Ну, по своим реальным тристам, Трамп капиталист. А вот. А то, что он произносит, это то, чтобы у него была цитируемость большая. Ну, как Жириновский. Вот он как Жириновский в 93-м же просто узнаваемый, цитируемость. Ну, наверное, Клинтон. Может, партия победила, но вы? А, для меня был бы идеальный кандидат тот, который позавчера снялся. Майкл Клубер. И вот там был бы период, период расцвета. И период, мне кажется, такого серьезного экономического роста. Вы бы захотели поехать в Америку? Я бы не захотел поехать в Америку. Я хочу поехать в Россию, но без Путина. А что должно произойти, чтобы Путина не было, чтобы Россия... Его должны убить заговорщики из его же окружения, которые не видели свою виллу уже который год в Италии, которые под санкциями, до которых доберутся, вот, они... Это будет самый идеальный, если его свои же приглашают. Ну, кажется, на Путина покушались уже несколько раз тут. Я не слышал. А в Лондоне, по-моему, там спецслужбы принадлежателитель? Это как все каким-то сжатым воздухом. Я не слышал проект. Скажите, пожалуйста, а в Лондоне вы чувствуете себя в безопасности? Вот вы так... Ну, относительно, да, конечно. Вы вообще-то критикуете Путина? Ну, он меня мастиковал. А что он сказал про это? Не позволим всяким сетям вмешиваться в тарифную таможенную политику. По сути, дал отмашку на изграбление. А что вы чувствовали? Вот вы легко расстались? С чем? Ну, с бизнесом в России. Нет, конечно, я не собирался его продавать. Или это была депрессия? Я не собирался его полностью продавать. Я хотел быть вовлеченным. Просто я знаю один из случаев этого немецкого миллиардера, я имя не помню, который после кризиса стал миллионером, и в таком сюжете самым риск. Ну, не дождемся. Отлично. Скажите, вот за границей вы строите какую-то сеть такую антипутинскую, может быть, антиимперскую? Нет, я не строю. Там есть какая-то самоорганизация для мигрантов? Может быть, организация? Ну вот, я надеюсь, что здесь что-то из этого форума вырастет. Ну вот, по сути, вот здесь все организовывается. А как мы можем принять все вот отсюда на Россию? Мы... Мы себе-то пытаемся помочь. Они сами... Они сами расскажут о нас. Они... Да. Им же объяснят как надо. Любое... Любое упоминание, кроме некролога, работает плюс. Да. Но это может быть... Может быть, и некролог. Да. С депутатическим. Да. Но это уже... Уже не нужно. Почему? Но никто не готов себя в жертву принести, правильно? Да. Такая страна. Вот Савченко готова себя в жертву принести. Там другие герои. У нас герой России Кадыров, защищавший сначала свою землю от захватчиков, как он считал, да, от русских. А потом перешел за деньги на сторону тех людей, от которых защищал свою землю. Вот у нас такой герой России, а в Украине вот такой герой, который защищал свою землю, когда на нее напали. И за деньги не стала губернатором Луганской области или Донецкой. Да, ну теперь вся Россия кормит Кавказ, правильно? И чеченцы абсолютно распоясывались, я не буду чеченскую полицию. Давайте так, распоясывалось несколько тысяч чеченцев, а семизначное количество чеченцев живет тяжким трудом и еще плачет дать. 90% чеченцев живут бедно, работают много, являются неагрессивными, мирными людьми и еще и платят дать. Давайте назовем хадыровцами, хадыровцами основное чеченское население. Это дружники, которые заслуживают уважения. Согласен. Ну а что с ним делать? Он вроде как отказался... К нему нужно применить законы Российской Федерации. То есть они все? Взять, посмотреть все законы Российской Федерации и проверить все ли его действия в соответствии с законами Советской Федерации. Оговорка по фрейту. Немецкий фрейт. Вот. И все. И примените те нормы уголовных процессуальных кодексов, которые законам предусмотрены. Абсолютно ничего не надо выдумывать. Все выдумано, все до нас. По поводу ЛГБТ, дружина, вы участвуете в этом? Я приеду на следующий гей-парад в Киеве и когда он будет? Но уже известно как? Нет, не известно, потому что в прошлый раз активисты побили и вроде как не очень так набираются. Но, например, торможение с визами в Европу, это как раз проблема, понятно, что коррупция номер один. Но там в десятке проблема с правами сексуальной комиссии. Но вы как-то, вот вы поддерживаете как-то вот это движение, активность? Там, где права геев нарушены, я за то, чтобы они за них боролись. Вот. В Лондоне права геев больше никак ни на секунду не нарушены. И вот причем в Лондоне они перекрывают дороги в рабочий день. Я вот этого отказываюсь. У нас суббота тоже рабочий день. Я вот отказываюсь. Понимаете, почему они перекроют дороги? Пусть в парке, пожалуйста. Я вообще за то, чтобы по дорогам не было ни маршев, ни победы, ни гей-парадов, ни пикетов одиночных, матери-одиночек. Дороги для того, чтобы осуществлять перевозку товаров и людей. Они, по сути, нервные системы экономики, да? Если деньги кровеносные, то никаких... Не нужно ездить по нервам, да? Турбан-байрамы, никакие гей-парады, никакие парады победы не могут происходить, на мой взгляд, на дорогах. Вот, до этого есть площади, которые не используют свои движения. Например, Красная площадь. Или Тарфангарская. Вот, пожалуйста, ради этого. Но это было бы нечто. Что? Это было бы нечто. Гей-парад на Красную площадь. Я считаю, что гей-парад должен пройти на Красную площадь. В той стране, которая продемонстрирует, что она свободна. Абсолютно ничего страшного, если гей-парад зайдет на Красную площадь. А вот в Эстонии, ведь это демократические средства, они могут никак принять закон о сужительстве о гей-браках? Ну, многие страны идут на поводу у консервативного большинства. Это парадокс демократии. Вот, кстати, в Эстонии хоть как-то парадокс демократии решен. То есть люди, не сдавшие экзамен по языку и на историю, не могут голосовать. Эстония ближе всего, вот, кстати, в этом вопросе к истине, мне кажется. Но и кучу не граждан тоже. То есть люди живут по 25 лет уже, да? Свобода Эстонии, демократическая. Они никакой угрозы не представляют, но они по-прежнему не граждане. Потому что нужно сдать историю и язык той страны, где ты живешь. В Великобритании то же самое, кстати. Вот прожил какое-то время, чтобы получить ремейн, нужно сдать историю и язык. И ничего, никто не разваливается, никто британцев фашистами за это не называет. Но сами эстонцы не знают, какая конституция, а не какая. Её можно чувствовать? Да. Её необязательно знать наизусть, её можно чувствовать? Да, я согласен, как закон. Она должна, вообще любой закон, конституция, она должна быть интуитивна, как айфон. Ну, внутри, как нравственного закона, внутри нас, да, нравственный империотеп. Ну, у всех они разные, у ваших. Да, но есть такое золотое правило этики, да. Зарегулируется. Ну, так, да. С помощью морали и отношений между ними. И через семью, передовой социальности, определённых данных. Ну, они, кстати, через 10 минут тоже могут пройти совершенно нормально.